Всегда открыт финал, к чёту хэппи-энда! Всем привет! Меня зовут Алина, и вы на канале Читать Нельзя Сжигать. Сегодня я запускаю свой фантастический марафон на лето. И прежде чем мы начнём, я, конечно же, должна пояснить, что идея марафона принадлежит не мне, а Светлане с канала TutelGirls. Светин марафон состоится осенью, и я, как и наверняка многие из вас, очень сильно его жду и обязательно буду в нем участвовать. Ну а для тех, кому абсолютно не втерпешь, в первую очередь для себя самой, то есть весь этот проект он в первую очередь про меня и про мое неудержимое желание читать фантастику прямо сейчас. Во-вторых, он для моих подписчиков, которые очень активно откликнулись на мой вопрос, нужен ли нам такой марафон на канале, готовы ли вы, мои зрители, поучаствовать. Также этот марафон для тех блогеров, которые, может быть, захотят присоединиться. Хэштег у нас будет вот такой, фантастическое лето. Я, конечно же, этот хэштег буду иногда мониторить, но на всякий случай, если вы решили поучаствовать и сняли свое видео о марафоне, то обязательно вот здесь в комментариях отпишитесь и я добавлю вас как участника в описании к этому ролику. Еще один маленький момент, прежде чем мы начнем, хочу обратиться к своим зрителям с фантлаба. Ребят, я вас знаю, у вас там своя атмосфера, поэтому, пожалуйста, не ломайте восклицательные знаки на вашей клавиатуре, не страдайте пролечом лица. Если что-то, что я скажу в этом видео, вас как-то оскорбит или сильно взволнует, просто напишите мне, что было не так, в доступной вам по вежливости форме. И я обязательно скажу вам за это спасибо, за любые ваши поправки, комментарии и дополнения. Итак, ребята, когда я буквально пару дней назад спрашивала у вас, нужен ли нам этот марафон, я говорила, что он будет проходить в июне. Но несколько человек написали мне, что было бы неплохо все-таки перенести его на июль. Я решила найти в этом золотую середину и марафон у нас будет длиться все лето, а точнее у нас будет три варианта его прохождения. Но давайте обо всем по порядку. Под этот марафон я придумала 12 пунктов. Стойте, не выключайте видео, не расходитесь, все будет так лайтово, как я вам обещала. Первый вариант прохождения марафона называется июнь с налетом фантастики. Если вы выбираете этот вариант марафона, то вам нужно выбрать как минимум каких-либо два пункта из 12, подобрать под них, соответственно, две книги и минимум две книги за июнь прочитать. Конечно же, можно больше. Второй вариант марафона мне кажется наиболее адекватным и интересным вам. Он называется, как и сам марафон, фантастическое лето. Для него вы выбираете как минимум одну книгу каждый месяц. Итого за лето у вас должно быть прочитано как минимум три книги. Очень удобным вариантом для вас, возможно, станет взять в июне всего одну книгу, так как ваши планы уже составлены. В июле, например, оторваться, прочитать три, четыре, пять книг. А в август опять-таки завершить одной или двумя книжками. Основное правило не меньше одной в месяц. Мне кажется, это очень лайтово и очень хорошо и удобно подстроиться под любые ваши летние планы. Ну и последний, третий вариант под названием «Только хардкор» или «Кто со мной, тот герой?» Этим путем пойду я. И этот вариант по здравым размышлениям я решила тоже градировать на два уровня сложности. В первом уровне сложности вы каждый месяц читаете три книги, а во втором уровне сложности вы читаете каждый месяц четыре книги. Итого, в первом случае вы прочитываете девять книг за лето, во втором случае вы прочитываете двенадцать. Угадайте, какой вариант для себя выбрала я. Конечно же, я буду читать двенадцать. Четыре книги в месяц это не так уж много лично для меня. При желании читать фантастику, так это и вовсе даже мало. Мне искренне интересно, найдется ли среди вас хотя бы один сумасшедший, который пойдет по этой скользкой дорожке вместе со мной. Но я лично всем вам очень рекомендую, конечно же, выбрать второй вариант. Ребят, многие из вас спрашивали у меня, будут ли у нас на канале совместные чтения по фэнтези или фантастики. Я уже отвечала, что не будет, но вот чем вам не вариант сейчас посмотреть, какие книги под этот марафон выбрала я. И если что-то из этого вас интересует, тоже это прочитать вместе со мной. И, конечно, об этих книгах я не буду на канале рассказывать в формате со всеми спойлерами, как мы это обычно делаем в совместных чтениях. Но во всяком случае, со всеми спойлерами мы с вами сможем эти книги обсудить в комментариях. А это уже замечательно. Ну и поехали! Первый пункт я назвала так. Отцы-основатели. Да, одноименно вот с этой замечательной серией, в которой выходили такие известнейшие культовые фантастические авторы, как Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн и многие другие. Этот пункт отсылает нас именно к родоначальникам жанра. Давайте не будем здесь ограничиваться как-то по годам. Если писатель вам искренне кажется классиком жанра, берите. Такие супер олдовые ребята, как Жюль Верн или Герберт Уэллс, тоже отлично подойдут под этот пункт. Сама же я думаю над двумя вариантами по этому пункту, пока не определилась до конца. Либо я возьму «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери из этой книги, либо вот из этого сборника Хайнлайна я возьму «Дверь в лето». Обе эти книги, ребята, я читала, но это было настолько давно, что я не помню практически ничего. Обе эти книги мне безумно понравились, и я долгое время хочу к ним вернуться. И знаете что, мне кажется, я не смогу сделать этот выбор, поэтому давайте так, под видео я оставлю два комментария. В одном напишу «Марсианские хроники», в другом напишу «Дверь в лето», и вы своими лайками проголосуйте, что из этого мне почитать. Я в любом случае буду довольна. Пункт номер два называется «Наша старая добрая». Опять же, отсылает к названию серии, в данном случае это серия от Азбуки, но это не значит, что вы обязательно должны взять к прочтению один из этих увесистых томиков. Вовсе нет. Под «Нашей старой доброй» будем иметь в виду всю классику советской фантастики. Причим тройное ура и берем к прочтению Белянина, Ефремова, Булычева, Стругацких или кого-либо еще, кого вам давно хотелось прочитать или перечитать. Возможно, у вас есть любимейшие с детства, с подросткового возраста авторы, в чьем творчестве для вас остались пробелы. Для меня таким автором стал Кир Булычев, у которого я с удовольствием зачитывалась «Приключениями Алисы». И, кстати, да, «Приключения Алисы» вы тоже можете взять под этот пункт. Вообще никакого возрастного ограничения по фантастике в этом марафоне, конечно же, нет. В детском возрасте мне очень сильно нравился Кир Булычев, и сейчас пришла пора поближе с ним познакомиться, познакомиться с его взрослыми вещами, поэтому я беру вот этот сборник от Азбуки, но, конечно же, в рамках марафона весь его читать не буду. Возьму отсюда в первую очередь роман «Поселок», уже самодостаточное произведение, и, наверное, возьму еще парочку повестей. Следующий пункт марафона, третий, я назвала его «Десять лет». Да, с фантазией было туго, ничего умнее я не придумала. И здесь мы с вами должны взять какую-то книгу, которая была написана за последние десять лет, вот начиная с 2010 года. То есть это какие-то действительно новые веяния в жанре, настоящие новиночки. И тут я вам каких-то конкретных произведений не посоветую, потому что этот пункт вообще мое слабое место, разве что вот недавно я читала у Брэндона Сандерсона «Легион», и это однозначно подходит и под фантастику, и под написанную недавно. Сама я под этот пункт выбрала, возможно, достаточно проходную книгу, я подозреваю, что она может оказаться самой слабой из списка, но меня очень уж заинтересовал сюжет. Книга называется «Двойной эффект», автор Таль М. Кляйн, не могу вам ее сегодня показать, потому что она едет ко мне из последнего заказа. И, кстати, таких книг в этом видео будет много, и будет много спойлеров к моим книжным покупкам. Анотация у книги весьма завлекательная, она обещает нам то будущее, когда телепортация уже вошла в обычную жизнь всех людей, и считается самым безопасным способом путешествия. Но главному герою этой книги придется на собственной шкуре убедиться в ошибочности этого заявления, когда во время его телепортации что-то пойдет не так, и эта телепортация запустит целую цепь интереснейших событий. Пункт номер 4. Долгая прогулка. Речь идет о циклах. Да, в фантастике циклы не такое частое явление, как в фэнтези, поэтому две книги, написанные об одном мире, об одном персонаже, мы с вами уже считаем циклами. Достаточно двух. Я лично под этот пункт возьму пауков Колина Уилсона. Я уже многократно говорила, что собираюсь читать в ближайшее время. Наверное, это будет первая книга, за которую я возьмусь, потому что, опять же, уже читала ознакомительный фрагмент, и вот это выживание человечества, которое загнано в пещеры, и наш главный герой по имени Найлс должен выйти на тропу войны с этими мыслящими пауками. Вам же я тут могу предложить либо присоединиться ко мне и паукам, либо взять, например, Дюну Фрэнка Герберта, которая сейчас актуальна, как никогда, ведь снимается сериал. Можете взять под этот пункт известнейший цикл о Бендере, игра Эндера называется «Первая книга». Можете взять автостопом по галактике, если вам хочется чего-то веселого. Можете взять что-то по-настоящему серьезное, крепкое, научное, например, трилогию Кима Стэнли Робинсона о Марсах. А можете немного поностальгировать и перечитать один из циклов Гарри Гаррисона. Следующий пункт, пятый, называется он «Лавка миров» и имеются в виду здесь, конечно же, рассказы. Вы знаете, большинство хороших фантастов писали не только романы, но и короткую прозу. Здесь вы можете обратиться, опять же, к таким классикам, как Азимов, Шекли, Гаррисон. Можете взять кого-то из современных авторов. Например, у Питера Уотса, я знаю, есть несколько сборников рассказов. А можете, опять же, обратиться к советской прозе. Я вам все уши уже прожужжала севером Гонцовским. Можно взять Киру Булычева. В общем, выбор у вас здесь, опять же, огромнейший. А лично я возьму под этот пункт Генри Катнера. И я пока до конца не определилась, какой из томиков я возьму. С одной стороны, мне очень хочется взять второй том, потому что именно здесь заключен цикл о Хогбинах, об этих самых прекрасных, незабываемых мутантах, потрясающие рассказы, наполненные юмором. Очень сильно их люблю. Но, с другой стороны, я думаю, что до этой книжечки я доберусь и так, и без марафона, потому что желание вам рассказать о Хогбинах, ну, очень-очень велико. Так что давайте, наверное, все-таки я возьму первый том, потому что, кажется, ни одного рассказа из этого тома я не читала. Надеюсь, что после того, как я расскажу вам о рассказыве Генри Катнера, также появится у него несколько новых читателей. Хотелось бы. Следующий пункт, шестой, и я назвала его так, «Вампиры в космосе». Да-да, здесь у нас речь пойдет о странном смешении, замесе из разных жанров. И давайте так, не обязательно основной жанр книги должен быть фантастикой, уж тем более научной фантастикой. Здесь мы поговорим о тех книгах, которые вообще сложно отнести к какому-то определенному жанру. Это может быть техно-фэнтези. Мне кажется, под этот пункт вполне себе подойдут книги Джосая Бэнкрафта у «Вавилонской башни». Под этот пункт я лично могу рекомендовать «Я легенда» Ричарда Маттисона. Также сама не читала, но знаю из аннотаций, что «Дорога доблести» Роберта Хайнлайна это странное смешение фэнтези и фантастики. Можете взять «Противостояние» Стивена Кинга, потому что с одной стороны это у нас апокалипсис, и постапокалипсис, с другой стороны ядрененькая такая мистика от присутствия в книге, которой у многих мозги просто плавятся, начинают. В целом здесь тоже большущий выбор. Я лично возьму под этот пункт «Чайном евеле». Да, здесь не очень много фантастики, это скорее именно что техно-фэнтези с мистикой, с кучей разных странных элементов. «Шрам» это вторая книга из серии «Чайном евеле» о Ньюкор Бизоне. Да, но, насколько я знаю, ее можно читать и как отдельное произведение. Не буду здесь долго останавливаться, может быть, кто-то ко мне присоединится, потому что у «Чайном евеле», конечно, есть что обсудить, с этим не поспоришь. Седьмой пункт называется «Звездный путь». Да-да, и это не только про консервные банки в космосе, это также и про колонизацию, про терраформирование, про обустройство жизни на новой планете. Мне кажется, это все чрезвычайно интересно. Но, конечно же, тут отлично подойдут и книги с чисто космическим сеттингом. Например, сейчас на Буктюбе частенько упоминается книга Марина и Сергея Диченко «Луч», и несмотря на то, что многие отзывы на нее неположительные, я все равно думаю, что многие из вас хотели бы с ней ознакомиться. Кстати, под этот пункт также отлично подойдут «Марсианские хроники» Брэдбери. Я же лично под этот пункт беру книгу Нила Стивенсона «Семьеви». Тут речь как раз пойдет о той ситуации, когда неожиданная катастрофа привела Землю к окончательной гибели, люди улетают колонизировать другую планету, но человеческая натура приводит к тому, что из всех этих людей остается лишь горстка выживших. И пять тысяч лет спустя потомки этих уцелевших возвращаются на Землю. Аж до мурашек такая интригующая аннотация. И мне кажется, это как раз-таки замечательная книга, чтобы вы ко мне присоединились, мы вместе ее потом пообсуждали. Восьмой пункт называется «Марс атакует». И здесь речь пойдет о противостоянии человечества какой-либо мощной угрозе. Не обязательно инопланетяне, если вы можете подобрать что-то другое подходящее. Например, те же «Пауки» Колина Уилсона здесь тоже подойдут. Но я предложу вам все-таки несколько книг об инопланетном вторжении. Например, можете взять известнейшую классическую вещь Ерберта Уэллса «Война миров». Можно взять классическую, опять же, книгу Хайнлайна «Кукловоды». А можно взять кое-что новое и популярное сейчас. Это, например, книга «Радость словно нож у сердца». Я же конкретно в этот раз под этот пункт марафона выбрала роман Джона Уиндома «Кракен пробуждается». Не знаю, есть ли у него сейчас переиздание, но на «Азоне» вы можете найти его в «Букинистике». У меня вот в таком сборнике. И здесь, помимо Уиндома, есть еще некоторые интересные вещи. Роман «Кракен пробуждается» рассказывает нам о прилетевших пришельцах, которые могут жить только в условиях высокого давления, и поэтому скрываются в самых глубоких местах океана. Но вместе с тем они объявляют людям войну. А в мире в это время идет холодная война, и поэтому державы не могут объединиться для борьбы с пришельцами, что, конечно, странно. И я здесь ожидаю не столько увлекательного сюжета, сколько большого количества философских размышлений, поднятых в социальных тем, как это умеет делать Джон Уиндом. Девятый пункт нашего марафона называется «Назад в будущее». И речь здесь пойдет о перемещениях во времени. Не обязательно в будущее. В прошлое, конечно же, тоже можно и нужно. Здесь могу вам предложить ту же «Дверь в лето» Хайнлайна, или, например, «Конец вечности» Айзека Азимова. Можно взять, кстати, 11-22-63, если я ничего не напутала, Стивена Кинга, потому что это фантастика о перемещении во времени. Можете, опять же, вспомнить о Герперте Уэлси и взять его известнейшую машину времени. Ну а я возьму книгу Гарри Гаррисона под названием «Фантастическая сага». Я, опять же, не могу вам ее показать, потому что книга ко мне еще только едет. Урвала буквально последнейший вариант этого издания в буквоеде. Теперь жду. В этой книге речь пойдет о той грустной ситуации, когда новейшее техническое изобретение, такое как машина времени, попадает в руки к людям, которые думают только о жажде наживы, а именно к киношникам, которые решают использовать ее для того, чтобы снимать по-настоящему крутые фильмы, отправляясь в прошлое. Киношники не сильно будут задумываться о таких мелочах, как эффект бабочки. Самое главное снять яркое кинцо и получить как можно больше денег. Очень сильно предвкушаю. Десятый пункт марафона. Я этот несколько тщеславно назвала «Нельзя сжигать». И сюда у нас подойдут любые антиутопии, не обязательно жесткой фантастической направленности. И также здесь подойдет любая социальная фантастика. Вы без меня отлично знаете название самых известных классических антиутопий. Не буду повторяться. Можете взять и что-то современное, например, «Голодные игры» или «Королевская битва», если это вам нравится. Можете взять «Хищные вещи братьев Стругацких», потому что они подходят и под антиутопию, и под социальную фантастику. В целом творчество братьев Стругацких в большинстве своем подойдет под социальную фантастику. Я же под этот пункт беру Сергея Снегова и его диктатора. Пока точно не знаю, в чем здесь будет фантастическая составляющая. Написано, что это мир, сопряженный с землей, но во многом от нее отличающийся. В нем бушует война, и наш главный герой, антигерой, диктатор, должен железной рукой управлять своей страной, при этом думая только о ее благе. Интересный и противоречивый персонаж в центре истории. Что еще может быть нужно? Одиннадцатый пункт марафона я назвала «Я робот». И здесь подойдет любая книга, в которой не обязательно на главном плане присутствует искусственный интеллект. Конечно, можете взять «Я робота» Айзека Азимова, можете взять «Гиперион» Дэна Симмонса, если давно хотели к нему подобраться, или книгу «Мечтают ли андроиды» об электроовцах Филиппа Дика. Опять же, можете взять «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Да, конечно, искусственный интеллект не играет там какой-то важной сюжетной роли, но робота-параноика по имени Марвин вы наверняка запомните на всю жизнь. Я же под этот пункт возьму роман Роберта Хайнлайна «Луна суровая хозяйка». У меня он вот в таком сборнике. Здесь речь пойдет о людях, которых с Земли сослали на Луну. Я мало что знаю об этом произведении. Нашла его сама лично в подборке книг об искусственном интеллекте. Ну и последний пункт нашего марафона с подходящим названием «Конец прекрасной эпохи». Здесь возьмем что-нибудь из апокалипсиса, или постапокалипсиса, или можно взять какой-нибудь роман-катастрофу. Опять же, напомню вам о таких романах, как «Противостояние Стивена Кинга», «Я легенда Ричарда Матисона». Из чуть менее популярного можно взять «День Трифидов» авторства Джона Уиндома. Я же лично здесь возьму небольшой роман Гарри Гаррисона под названием «Чума из космоса». И по этому названию, в общем-то, все и понятно. Это роман-катастрофа. Я точно не знаю, чем конкретно закончится вся эта ситуация для героев романа. Будет ли апокалипсис, или будет просто борьба с какой-то новой болезнью, принесенной извне, из космоса. Мне очень интересно. И, кстати, классное издание. Опять же, ухватило последнюю книжку в «Читай городе». Ну вот и все, ребята. Все пункты и условия по марафону, конечно же, будут в его описании. Очень жду вашего отклика в комментарии. Прямо сейчас давайте начинайте составлять списочки. Вот все, кто писал, что будет участвовать, я жду ваши списки. Очень надеюсь, что какая-то движуха у нас из всего этого получится, что я не буду вещать в стены, что мы с вами классно побеседуем, откроем для себя много новых фантастических книг, авторов, каких-то поджанров. Возможно, те книги, которые рекомендовала я, слишком попсовые, широко известные, а вы знаете о каких-то настоящих бриллиантов. Пишите, рекомендуйте. Я вам всегда за это скажу большое спасибо. Ребята, призываю вас к максимальной движухе во славу жанра фантастики. И, конечно же, не забудьте лайкнуть это видео. На этом всех вас люблю и обнимаю. И всем пока!